Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Линка Гейм. И это второе видео, посвященное фильму Мэг Монстр Глубины. В нем мы обсудим именно второго Мегалодона из фильма. В первой части этого видео мы обсудим размеры Мегалодона, а во второй части поговорим о смерти Мегалодона, о том, как персонаж Джейсона Стэтхема убил его. Перед тем, как вы продолжите просмотр этого видео, настоятельно рекомендую посмотреть мое первое видео по данному фильму. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Так что усаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Давайте вкратце вспомним, о чем мы говорили в первом видео по данному фильму. Оно было посвящено поведению Мегалодону, сравнению того Мегалодона, которого нам показали в фильме. Первого Мегалодона, размеры которого нам были даны, это 20-25 метров, с настоящим Мегалодоном с научной точки зрения. А в конце этого видео мы на примере одной из картинок рекламных постеров оценили размеры большого Мегалодона. Это нам еще пригодится. Перед тем, как мы приступим к обсуждению нашего второго большего Мегалодона, хочу обратить ваше внимание на то, что разработчики фильмы были далеко не всегда последовательны в своих действиях и от кадра к кадру размеры Мегалодона менялись. А то, каким его изображали на рекламных постерах, вообще не имеет никакого отношения к фильму. И с этого мы начнем. На примере вот такой вот сцены давайте еще раз подтвердим тот факт, что рекламные постеры к фильмам вообще не рисовались на основе моделей Мегалодона, которые участвовали в фильме. Если посмотреть на постер, то мы здесь четко видим, что у этого Мегалодона было 5 жабр, а мы знаем это абсолютно не так. У реального Мегалодона их должно было быть 6, а в фильме у нас их показано 8. В общем-то не туда и не сюда. Вот, например, сцена из первого Мегалодона, ну точнее с первым Мегалодоном, и мы можем посчитать, сколько здесь жабр у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, ровно же столько жабр, сколько будет у него, когда его вытащат на корабль. Вот мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Здесь точно так же 8. То есть у первого Мегалодона у нас, ребятки, 8 жабр. А теперь возьмем сцену со вторым, большим Мегалодоном. Это вроде как же 1 и тот же вид. Вот, когда он гонится за Стэтхемом в Батисфере, мы считаем, сколько же у нас у этого Мегалодона жабр. Наверное, 8. Но, увы и ах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас, ребятки, всего. Это у нас про последовательность режиссеров. А вот вторая сцена. Вот запоминаем, в начале вот видно, в самом начале одна пара жабр, которая сейчас стала не видна. То есть видно сейчас 6, плюс одна, которая не видна уже. То есть снова всего лишь 7. Мистика. Причем у нас прям совсем другой вид Мегалодонов. Сохранилось несколько видов Мегалодонов в одном ущелье, в Марианской впадине. Но это вообще уже с области фантастики. Вот еще одни кадры сразу после взрыва, который после первой запущенной ракеты из Батисферы. Здесь тоже, если посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можно насчитать максимум, опять не насчитываю, восемь. И для закрепления результата еще разок. Ну вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А в первом четко было видно восемь. А вот на этих кадрах мы видим, насколько Мегалодон стал вдруг маленьким. Вот если сравнить его с Батисферой, то он просто уменьшился, наверное, раза в два. Абсолютно не те размеры, которые были у него буквально еще пару кадров назад. Если же вернуться к нашему первому Мегалодону величину, которую нам известно, вот в этой вот сцене, посмотрите, насколько он у нас гигантский. Здесь просто невероятное количество метров, тех же мы считали, за 20 метров. Ну и это, в принципе, сопоставляется с размерами. Вот на фоне нашего водолаза Стетхима, какая гигантская у него пасть, и какие у него размеры. И что с ним произойдет, самое главное, после того, как его вытащат на лодку. И давайте вот прикинем, сколько наш первый Мегалодон в этой сцене. Примерно метриков. Копируем наших водолазиков. Мы прикидывали, что примерно 2,20 с ластами. Наша влюбленная парочка примерно в длину должна занимать. Ну и давайте мы сейчас их размножим, так сказать. И посмотрим, сколько же у нас получится водолазиков. Так, размеры не менять. Вот первый. Так, ну и что мы тут насчитали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь с половиной. Я считаю, что это семь с половиной умножить на 2,2. То бишь 16,5 метров примерно длина нашего первого Мегалодона. То есть, ну, первого Мегалодона, который нам показали под водой. Что абсолютно не соответствует тому первому Мегалодону, которого вытащили в воду. И что, в принципе, точно так же равняется длине второго Мегалодона, которое вы, в общем-то, сейчас тоже увидите. То есть, 16,5 метров это длина первой половинки нашего Мегалодона. То бишь, мы эту циферку еще можем смело умножить на 2. Это у нас 33 метра. А зачастую даже больше, чем на 2. Так что, за трясаточку у нас тут первый Мегалодон оговорили метров 23-25, по-моему, да? А второй Мегалодон у нас, как показали, он вообще должен быть раза в два длиннее, чем первый. Но сейчас будем это все смотреть. И каким же он станет, когда его вытащили на лодку? Давайте посмотрим. И разве эти размеры можно как-то сопоставить? Здесь с Тетхем в рост вообще вот этого всего Мегалодона. Вот если ему стать вот снизу вверх, то есть он будет в высоту, этот Мегалодон будет, ну, там, метра два с копейками. И в длину вообще просто капец, он какой крохотный. Ну, вот, посмотрите, то есть, если взять вот от холочки сюда, здесь, ну, блин, два метра, если нашкребется. А он должен быть здесь метров так 4 там. Ну, и по длине лодки вы понимаете, что Мегалодон, которого нам показали под водой, был размером вот с эту лодку. И он бы точно уж не поместился вот здесь. И вот смотрите, вот этот Мегалодон, который сейчас выскакивает, это, собственно говоря, тот Мегалодон, которого нам показывали под водой. Мегалодон, которого вытащили на лодку, первый, он вообще не имеет отношения к фильму. Его в фильме не показывали. Все размеры, пропорции и действия происходят именно вот с этим вот большим Мегалодоном, который сейчас выскакивает. И в этом есть, ребятки, объяснение. Потому что разработчики, как вы знаете, это все компьютерная графика, компьютерная модель. Стетхем даже под водой, когда плавал, это тоже, в общем-то, была компьютерная модель Стетхема. И ботисферы под водой, это тоже была все компьютерная модель. И объяснение какое. Разработчики и для первого, и для второго Мегалодона использовали одну и ту же модель. Одна и та же компьютерная модель снималась в качестве первого и второго Мегалодона. То есть они ее даже не масштабировали. То есть ее не увеличили. Потому что под водой, ну, для зрителей это не бросается в глаза. Больше там Мегалодон первый, чем второй, либо меньше, как бы. Для большинства зрителей это не важно. Там и сцены, как бы, довольно динамичные. Особо, как бы, их вместе вдвоем не показывали. То есть сравнить размеры не с чем. И потому, как бы, это не бросается в глаза. Да, ну, как вы видите, этот Мегалодон, который выскакивает, просто может целиком проглотить нашего маленького Мегалодона. А маленький Мегалодон, ну, не знаю, тут метров 12, может быть, было 15. Ну, вряд ли набралось бы у этой модели, которую вытащили на лодку. А вот выпрыгнул из воды именно вот тот Мегалодончиков больше, чем 25 метров в длину. Смотрите, как вообще, он его просто как селедка для него это. Он просто вот гигантский. Вот, как видите, он соответствует размерам вот этой вот большой лодки. Это именно тот Мегалодон, которого нам показывали под водой. Именно первая та же модель. Давайте возьмем фотографию обычной белой акулы и прикидем, какие у нее пропорции, как бы, где у нее примерно и средина. Вот наша белая акулка, да. Вот растягиваем нашу любимую полосочку до конца ее верхнего плавника. Вот так растянули и перемещаем эту палочку точно такую же длину и мы видим, что это примерно является срединой акулы. То есть, конец спинного плавника это примерно ее средина. Ну, как бы, если по самому кончику хвоста, то он выходит, да. Но если по длине хребта, то как бы чуть-чуть меньше. Ну, реально это средина акулы. Средина акулы. Если взять подобный ракурс, другой такой же ракурс, вот как у нас сейчас будет на картиночке. То есть, у нас примерно вот, то есть, вид сверху у акулы, да. Давайте сейчас мы здесь так вот возьмем, где-то у нас направление акулы вот примерно вот такое. Делаем, ищем ее основание плавника. Ну, вот оно где-то здесь. Немножко даже вот так вот поправим. Ну, вот. Грубо говоря, вот так вот. У нас здесь закончился плавник. Да, и мы передвигаем эту полосочку. И мы видим, что у нас так же само. То есть, хвост немножко даже длиннее. То есть, задняя часть, которая идет после конца плавника, у нас немножко длиннее, чем передняя часть акулы. Это мы запомнили. Идем к нашему мэг. А вот еще, ребятки, кадр, где мы можем сравнить с серфингистом. С серфером, точнее, да. Вот наш серфер. Так, ну, по поводу вот этой доски. Эта доска у нас примерно 3 метра. То есть, они там подлиннее идут в зависимости от веса человека. Ну, это у нас, скорее всего, девушка. И у нее там вряд ли будет доска существенно длиннее 3 метров. Ну, грубо возьмем 3 метра. Эту доску давайте вот так вот мы возьмем нашу девушку. Вот эта черная полосочка я отметил, где заканчивается нос. Здесь не супер видно, но поверьте мне на слово, что здесь у нас заканчивается. И давайте проверим, сколько же у нас здесь поместится девушек. Так, у нас получилось, что 1, 2, 3, 4, практически 5 девушек. То есть, 5 у 3 это 15 метров. Ну, у нас здесь метр обрежем. У 14-13 метров это у нас получилась первая половина акулы, ребята. Первая половина акулы. Ну, так и получается. То есть, если это, допустим, 13-14 умножить на 2, это метров 26-28. Это длина нашего примерно второго мегалодона. Ну, и, ребятки, получается, как мы выяснили, что вторая половина акулы обычно длиннее, чем первая ее часть. То можно, в общем-то, смело взять, что у нас здесь поместилось 1, 2, 3, 4, 5. 5 серферов примерно 15 метров длиной. То есть, этот второй мегалодон у нас примерно там под 30 метров получается. У нас второй мегалодон и является по длине, вот все показанные кадры второго мегалодона, это мегалодон номер 1. То есть, нам говорили про величину первого мегалодона, да. А показывает нам второго мегалодона, который намного больше, чем первый. И, судя по тому, как он съел первого мегалодона, он вообще там в 3 раза должен быть больше. Но, на самом деле, он по размерам точно такой же, как и первый. То есть, модель одна и та же. И вот эта сценка очень хорошо демонстрирует размеры второго мегалодона. Вот эта сценка нам тоже хорошо показала, что второй мегалодон по размерам такой же, как и первый. потому что он не смог проглотить и раскусить вот эту 4 на 2 метра батисферу. И вот, ребятки, сценка, когда он, мегалодон второй, набрасывается на Стетхема, мы здесь можем увидеть, что, собственно говоря, длина вот этого нашего батискафа примерно 4 метра с копеечками, да, около 4 метров. И мегалодон его не может проглотить, то есть пасть у него осталась примерно такой же, как и была там 2,5 метра, как было у первого мегалодона, который мы укус рассчитывали по поводу отпечатков зубов на стекле, когда он пытался съесть девочку. То есть мегалодон у нас вообще остался все тот же, и он, смотрите, смотрите, вообще, ну как бы, ну не может проглотить даже эту батисферу, но если бы он был вторым мегалодоном, таким, каким он должен был быть, то у него укус был бы там метров 4, и он бы эту батисферу и вдоль и в поперек, по идее, должен был проглатывать. Но этого нет, потому что модель мегалодона осталась прежней. И вот это, короче, сцена, да, когда он пропарывает брюхо мегалодону вот этим выступом, ну, я считаю это, конечно, бредятиной, он бы не пропорол, его бы просто потянуло за мегалодоном, потому что там же не какой-то самурайский мегаострый меч, короче, стоял. Это раз, и даже если бы он это сделал, то у нас мегалодон, напоминаем, там больше 25 метров в длину, и у него там бы, наверное, было бы метра, то и полтора толщина жира, то есть у всех больших существ там большой слой жира, то есть мегалодон не исключение, у него тоже был бы большой защитный слой жира, ну, накопленный. Так что, в принципе, эта штука для него бы не была смертельной, вот такой вот большой разрез. Ну, такой пруд, по идее, конечно, должен был достать до мозга, но там не все так просто. Возможно, до мозга не достал бы, надо посмотреть на строение черепа акулы мегалодона, насколько глубоко у нее там мозг относительно глаз. Давайте же взглянем на строение, в общем-то, акул. Как мы видим, что череп акул довольно-таки сильно смещен вперед, он практически в самом начале, в общем-то, всей головы. Это говорит о том, что череп, мозг находится возле глаз, он там никак сильно не отдален. Но можно ли было достать вот тем прутом? Давайте посмотрим еще на более детальные анатомические модели мегалодона, и мы можем здесь увидеть вот какую интересную вещь. Мозг-то у нас находится, ну, практически рядом, да, вот, судя по вот этой картиночке. Но, если присмотреться на отдельный мозг, то, как мы видим, есть циферка 3, вот эта вот вся большая емкость, это глазница, то есть глаз отгражден от мозга перегородкой костяной. А это значит, что не факт, что Стетхем под водой смог бы приложить достаточное усилие, чтобы пробить эту перегородку. Ясное дело, что глаз связан с мозгом зрительным нервом, то есть он, по идее, там есть какое-то отверстие для зрительного нерва. Я, конечно, не анатом, но это отверстие вряд ли большое, оно там размером может там с пальчик, и попасть вот именно туда, вот этой палкой, чтобы так, скажем так, скользя, пронзить прямо мозг мегалодона, ну, что-то кажется мне маловероятно. Скорее всего, он просто проколол яблоко, там, уперся в эту перегородку, ну, и мозг не повредил. Собственно говоря, как нам и показали, что мегалодон там после этого даже еще попытался дергаться, а скорее всего, у него мозг был цел. И если бы не акулы, то он бы, наверное, остался жив. Да, ну и тот момент, что тут резко вдруг посплывалась такая стая акуй, ну, акул вообще-то не вижу ни одной причины, почему бы это могло произойти. И еще там блуждает какой-то момент в интернете, что когда вот из рота мегалодона сейчас выплывет, выплывет акула, что, мол, это детеныш, детеныш мегалодона. Но нет, это совсем не так. То есть, родовая полость вообще никак не связана со ртом, и вот эта вот выплывающая акула, это просто акула, которая проплывала ему там, прогрызла жабры или пузо и выплыла изо рта. То есть, ни о каком детеныше речь не идет. Ну, вот такие вот, ребятки, мысли у меня по этому поводу. Согласны вы либо нет. Если у вас есть вариант, напишите его в комментариях. В целом же, фильм мне понравился. Я не пытаюсь сказать, что в фильме сделали мегалодона не такого, как надо. Мы просто посмотрели, каким он сделан был в фильме. Он мне таким нравится. И немножко посмотрели, каким бы он мог быть на самом деле. Так что, не забудьте подписаться, поставить лайк под этим видео. И до скорых встреч, ребята. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok